МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нина! Это... Ну, это не то, о чем ты подумала! Как ты себя чувствуешь? Лучше всех. Нин, ну ладно, прости. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Так... Раль, предать! Видеть себя не хочу! А что ты думаешь? Я тоже живой человек! Ты вспомни, когда у нас это с тобой в последний раз было. Вспомни! С тобой жить невозможно! Ну и не живи! Рад бы! Да негде. Так вот она что. Тебе квартира нужна? Да! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Кулакова Да... Да... Крепко досталось парню. Ремнем исполцовали. Вся пляшка в крови. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это что такое? Где? Кляп, что ли? Черт! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я думаю, что кто-то его сильно ненавидел. Как ты тело обнаружил? Сосед пенсионер решил утром с собачкой прогуляться. Ну, та давай шкрепсись в двери. Дверце открылась. Я с ним поговорил. Он ни черта не знает. Лейтенант, отведи понятых. Санитары! Развязывайте тело и отправляйте к нам в ФС. Да что ты делаешь, урод! Я говорю тебе, это не я, это все он! Он это! Он! Юля, а ну-ка присядь на стул. Ну, присядь, присядь, как он сидел, так? Голову опусти. Так, 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 так. Ты понимаешь, в чём дело-то? Убийца здесь что-то искал. Судя по тому, что здесь всё перевёрнуто, так ничего и это не нашёл. Хотя... А ты дверь проверял? Не взломали? Да потерпевший либо сам дверь открыл, либо у убийцы были ключи. Что это? Что? Так, что-то нашли. Договор на банковскую ячейку. Интересно, что он там хранит? Что-то хранит. Не знаю. Может быть, ещё что-то искали? Что? Что-то искали. Справка из онкологического диспансера выдана сибирцей Нине Георгиевне, его жене. А где сейчас этот участковый? Соседи опрашивают. Надо пойти к нему с ним побеседовать и выяснить, где жена потерпевшего. Пошли. Чудовищная звериная жестокость. Он умер от пыток? Умер то он от сердечного приступа, но вызванного, по всей вероятности, болевым шоком. Да, его пытали раскалённым утюгом и били металлической пряжкой от ремня. Время смерти можете сказать? Скажу, скажу. Между половиной второго и половиной третьего прошлой ночи. Что и требовалось доказать. Что ты там, Иван, опять доказал? Что ремень, по всей видимости, принадлежит потерпевшему. А у тебя что? А я исследую отпечатки с места происшествия. Ну, в общем, одна часть отпечатков принадлежит потерпевшему, остальные три пока неизвестным людям. Ну, что удалось выяснить по горячим следам? Я переговорил с участковым. Оказывается, 10 дней назад Сибирцев написал заявление об исчезновении его жены. А пропала она, соответственно, 2 недели назад. Никаких сведений о ней пока нет. Так, сначала исчезает жена, а потом убивают мужа. Нина Сибирцева была тяжело больна. У неё был рак лимфатической системы, поэтому бросить мужа и сбежать с любовником она физически не смогла бы. Понятно, а что говорят соседи? Я ничего не видел, никто ничего не слышал. И вот ещё что. У Нины есть брат Виталий. Он, правда, живёт отдельно, и я так полагаю, что всё теперь достанется ему. Детей у Сибирцевых не было. Ну, хорошо, тогда пока займитесь братом. И ещё надо будет съездить в онкологический диспансер, поговорить с её лечащим врачом. Может быть, что-то он знает о Сибирцевой. А что с банковской ячейкой? Пока ещё мне нужно оформить документы на изъятие, а потом я кого-нибудь в банк пошлю. Ну, всё, работаем. Ну, конечно, можем, можем. Давай, ну, давай на четверг договаривайся, да. На четверг. Нормально попаримся. Часа три бери. Ты чего? Антоша, мне с тобой поговорить надо. Ну? Ну, слушай, подожди, я вспомнил. Я в четверг не могу. Давай, в пятницу давай, да. Чего? Ты только не волнуйся. Подожди секунду. Я заболела. Ну, так лечись. Да? Мне сказали, у меня рак. Подожди, я тебе перезвоню. Как ты сказала? Ты только не подумай, я понимаю. Если ты не захочешь быть со мной, если ты уйдёшь, я пойму. Ну, ты что? Ну, ты что такое меришь? Ну, Нинка, ну, перестань. Наладится всё? Наладится? Спасибо. Верёвка была разрезана очень острым ножом. Похоже, зазубренный. Возможно, убийца принёс его с собой, потому что в доме Сибирцевых все ножи тупые и нет никаких зазубринок. Не было хозяина? Угу. Так, интересно. Что? Да тут вещество какое-то. На срезе верёвки. Сейчас посмотрим. Жиры, консерванты. Баштет печёночный? Причём изрядно подпортившийся. Слушай, я думаю, что это был складной перочинный нож, которым можно и банку открыть, и верёвку отрезать. И носить удобно. Точно. Иди, пожалуйста, я устала. Никуда я не уйду. Ты в самом деле ничего не понимаешь? Ты про Антона? А про кого? Он тебе никогда не нравился. И хватит вам стучать друг на друга. Ты дура, что ли? Ты в самом деле ничего не понимаешь? Что он сделал за свою жизнь? Ничего. Пьёт, догуляет. А ты его кормишь, одеваешь, обуваешь. Так он тебе ещё и изменяет. Я твой брат. Ты мне должна помогать, а не этому. Так вот чего ты добиваешься. Мало я тебе помогала, тащила всю жизнь. Пошёл вон отсюда. Ненавижу тебя. Все вы дуры. Роман Иванович, мне бы хотелось поговорить с следующим врачом Ниной Сибирсовой. Ага. Её идёт мой коллега, доктор Моринцов Станислав Владимирович. А в чём дело? Дело в том, что Нина Георгиевна пропала. Как пропала? Ну, как? Как обычно люди пропадают? Ушла из дома и не вернулась. Подождите, нет. Это уже не может быть. Чего не может быть? Я даже не знаю, как сказать вам. Понимаете, Стас, доктор Моринцов, был одержим идеей и эвтаназией. Нет, вы не подумайте. Только идеи. Симпозиумы, конференции, статьи журнала. Имеет ли человек право на сознательный выбор? Имеет ли человек право сознательно уйти из жизни, если страдание выше страха смерти? И я отвечаю, да, имеет. Я бы тоже ответила, да. И потом, если будет очень больно. Нина, ну речь не о вас. Вы обязательно поправитесь. Ты меня утешаешь. Но обещаешь, что сделаешь это для меня. Если надо будет. Нет, ты должна мне верить. Ты обязательно поправишься. Ты много раз говорила, что любишь меня. Люблю. Если ты позволишь мне быть с тобой, заботиться о тебе, я все для тебя сделаю. Мне страшно. Я с тобой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Курс химии. Повторный был назначен только через неделю. И что, помогла эта химия? Насколько я знаю, нет. Короче, по общему мнению, жить ей оставалось недолго. Понятно. Так как мне повидать этого доктора Маринцова? А вы знаете, он сегодня почему-то на работу не вышел. Но у меня есть его адрес. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы нашли Нину? Что с ней? Вы присаживайтесь. А вот об этом мы хотели с вами поговорить. Со мной? Угу. Вы последний раз когда сестру свою видели? Месяц назад. Я как раз в командировку собирался уезжать. Что ты знаешь? Эта квартира никому не достанется. Я завещаю фонду борьбы против рака. Погоди, погоди. Ты не можешь так со мной поступить. Я-то тут при чем? Монда! Слышь? Ты вроде как уезжал сегодня, а? Вот и вали. Ты не имеешь права так со мной поступать, слышишь? Да отстаньте вы! Дайте хоть умереть спокойно! А из командировки вы когда вернулись? Три дня назад. Да вы можете это проверить. Да я проверю. А вчера ночью с часу до трех чем занималась? Ночью? Вы шутите? Спал, конечно. Это кто-то может подтвердить? Да нет. А в чем, собственно, дело? Узнаете? Да, спасибо. Диск уже у меня. Юль, ну что, побывал у доктора? Нет, тоже пропал. Как пропал? Куда пропал? Не могу знать, Галина Николаевна. Он на работе не появлялся, дома он не живет. Игорь, ты не уходи далеко. Из банковской ячейки диск прислали. Хочу посмотреть, что там. Да я на секундочку только кофе налью. Ну, давай. Так что, говоришь, дома не живет? Не живет. Он сдал свою квартиру, большую квартиру. Взял жильцов деньги за полгода вперед и пропал. Никто его не видел. А когда это было? Две недели назад. Значит так, завтра с утра узнай все про этого доктора. Всю подноготную. Хорошо. Да, войдите. Можно? Как дела? Хорошо, спасибо. Что случилось? Ничего, Аня. Ну, я же вижу, дома что-то не так. И теперь всем обуза. И меня уже похоронили, за квартиры дерутся. Лешите меня, родственнички. Поубивал бы всех. Какой-то матери. Да нет, они не хотели. Они не хотели меня обидеть. Они просто, понимаешь, такие импульсивные оба. И брат, и Антон. Не надо плакать. А мы лучше сделаем так, что никакая квартира им не достанется. Как? А мы поправимся. Что мы имеем? Угу. Имеем мы аудиозапись. Ну что, поехали. Я читал ваши статьи про эвтаназию. Надо помочь одной женщине. Это не телефонный разговор. Конечно, нет. Но я могу рассчитывать на ваше сострадание и гуманность. Повторяю, нам нужно встретиться. Ну что, как прошла конференция? Отлично. Ты знаешь, мне после доклада аплодировали, а некоторые даже стоят. Ну ты у нас молодец. Правда, я с тобой не согласен. Да знаю, знаю. Ты у нас старый консерватор. Вот ты скажи мне. Я, конечно, понимаю, конференция, имя. Ну неужели ты правда смог бы сделать такое? Убить? Эвтаназия – это убийство. Как ты не понимаешь? Эвтаназия – это сознательный выбор человека смерти. Из-за невозможности продолжать жизнь полноценной. Из-за невозможности терпеть муки. Не знаю. Это в высшей степени гуманно и достойно имени человека. Не знаю. Не знаю. У нас в институте завелась какая-то гнида. Представляешь, все мои идеи перебирает и несет такую чушь у руководства. Завидую тебе. Узнаю, кто придушил. Антон в банковской ячейке хранил запись заказа убийства своей жены. А убийца, видимо, узнал про эту запись и пытал Антона. Ну, чтобы тот сказал ему, где она. Но тот не сказал. Возможно, Антон и есть заказчик? А Стас с его идеей эвтаназией, возможно, исполнитель. Значит, он может быть и убийцей, Антонов. Есть еще Виталик. Он сейчас у нас. Шустав записывает его голод, чтобы сравнить. Поговорите что-нибудь. Раз, раз. Спасибо. Вот это вы прочитаете по моему сигналу. Что это? Так. Набор слов, ничего личного. Начали. Проблемы эвтаназии волнуют все гуманное человечество. Всего мира. И особенно женщин. Это не телефонный разговор. Нам надо встретиться. Тьф, ничего не понимаю. Спасибо. А где бы нам добыть голос Антона? Так он есть на автоответчике. Я привез кассету к нам. Ну, на всякий случай. Отлично. Уже сравниваешь? Угу. Так, один уже есть. Кто? Сейчас. Заказчик. Заказчик Антон. А голоса Виталия нет. Значит так. Надо найти Стаса и задержать. Может быть, это его голос. Проверь, какой номер на него зарегистрирован. И попробуй найти. Хорошо. Приятного аппетита. Галина Николаевна, угощайтесь. Да нет, я лучше крепкого чая. А то что-то спать хочется. Я, значит, бегаю, с ног сбиваюсь, а вы тут пируйте. Тоже мне пиршество. Овощи и чай. Ну, знаешь, у меня даже такого нет. Хочешь? С удовольствием. Юль, ты с новостями или так пообедать? Ну, вообще-то с новостями. Значит так. Пару недель назад Стас продал свою машину и снял все деньги со своего банковского счета. И много у него там денег было? Прилично. А примерно в это же время он получил деньги с жильцов. Зачем же ему понадобилась такая крупная сумма? Чантаж? А может быть он просто сбежать решил? Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Что? Что-то не так? Ты не волнуйся. Это связано со мной? Да, я... Я хочу тебя увезти. Куда? Пока не знаю, куда-нибудь. Ну, зачем? Ты мне доверяешь? Ответь! Ты мне доверяешь? Да. Значит, вы полагаете, что Антон Сибирцев заказал свою жену этому доктору Стасу Моринцову. Тот ее убил. А потом некто узнал об этом и решил шантажировать его этим убийством. Но пока это единственная версия, подтверждающая имеющиеся у нас факты. А потом Моринцов убивает Антона Сибирцева. Зачем? Ну, а зачем Келлер убивает заказчика? Концы воды, и все. А может быть, Антон и шантажировал Стаса? Возможно, но зачем ему так поставляться? Ну, значит, был кто-то третий. Тот, кто знал об увлечении Моринцовой автаназии. Вы знаете, есть у него один дружок, коллега. С ним уже разговаривали. Подозрительный тип. Как это ты гнидой оказался? Стукачок. А я тебя другом считал. Что рассказывал? Ты на меня не ори. А то я расскажу кое-кому кое-что. Ты меня еще шантажировать вздумал? Скотина! Галина Галамовна! Где пожар? У меня в компьютере. Я нашел местонахождение Стаса Моринцова по его телефону. Ну и где этот твой доктор? В лесу. Где? Смотри, это не совсем лес, это лесопарковая зона. А знаешь, что меня напрягает? Что? Вот эта точка. Она не двигается. Ну, расскажите мне, любезный Роман Иванович, какие же отношения у вас были со Стасом Моринцовым? Да почему были? Они и сейчас есть, мы дружим. Дружите? Что ж вы меня обманываете, Роман Иванович? Какая же это дружба, если он вам, можно сказать, морду набил? Вот, сукачи, уже донесли? Ну, почему же донесли? Не донесли, а рассказали. Так из-за чего сыр Бор был? Да не знаю, я вот словно взбесился. Вопил, что я к Лярдичу руководству. А вы, значит, не-не? Да, я поставил руководство в известность, что в нашем коллективе завелся психопат, бабник и убийца. Ну, конечно. Не зря же он вас в шантаже обвинял. Да в каком шантаже? Вы ничего не поняли. Ишь ты, чистенький нашелся. С пациентками Романы крутить. Пусть все знают. Ты своим поганым языком про нее не говори. Понял? Еще раз произнесешь ее имя, все зубы вышибал. Тихо! Ненормальный! Я считаю, что руководство должно знать, как он себя с пациентками ведет. Он же роман с этой несчастной Ниной крутил. А может быть, он ее специально прикармливал, чтобы потом ее провести, этот эксперимент с эвтаназией. А может быть, этот эксперимент с эвтаназией ему заказал кто-то на Сибирцеву? Чего не знаю, того не знаю. А то я вам как на духу. Вы свободны. Что, можно идти? Да. Он должен быть где-то здесь. Ну-ка, проверим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЯНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А это что такое? Везде сверел. Да не нравится мне все это. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Где она? Где? Я тебя в последний раз спрашиваю! Где она? Я убью тебя! Клянусь, убью! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Так, а это что? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кровь. Иди-ка сюда. Давай, за собакой. Будем труп искать. Ну вот, я и засек. Сейчас скажу адрес. Разрешите? Да-да. Ну вот, 2-й лесной переулок, 12. Вот этот дом. Запомнила адрес? Угу. Наш доктор постоянно кому-то звонит и шлет СМСки. Езжай туда и выясни, кто там живет. Будь осторожна, если что, вези к нам. Есть. Игорек, я тебе там подарочки привез из лесу. На столе лежат. Тоже мне Дед Мороз. Нужно все это срочно осмотреть. Хорошо. Ну, рассказывай, что там случилось. Ну и где мои подарки? Там же, где и мои. Угу. А чем занимаешься? Пошел бы кофе принес. Я занят. Да? И чем, если не секрет? Не секрет. Изучаю веревку из леса. И сдается мне, что веревка, которая был связан Антон Сибирцев, и эта веревка, разрезана одним и тем же ножом. Что, и башлеты они есть? А это мысль. Сейчас проверю. И мобильник в крови. Кровь на стволе дерева и мобильнике принадлежит одному человеку. Я попросил Ромашину установить, когда эта кровь была оставлена. Я думаю, что палачом был один и тот же человек. Потому что на одной веревке и на другой следы просоченного печеночного паштета. Значит, отрезали одним и тем же ножом. К тому же на срезах следы характерного зазубрины. Так, а это что? На стволе была еще слюна. Но она принадлежит не тому человеку, которого пытали. Возможно, убийца. Да, слушаю. Так. Спасибо. Ромашина установила, что время засыхания крови от половины одиннадцатого до половины первого позавчерашней ночью. То есть тот, кого пытали, возможно, мог быть убийцей. Что с тобой? Ничего, я упал. Ничего, ничего, я просто упал. Да что случилось? Кто там? Соседка снизу, меня затопили уже. Вы что себе позволяете? Нет у нас. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба, капитан Соколова. А доктор Маринцов дома? Да, мы в квартире. Очень хорошо. Ребята, пошли. Маринцов Станислав Владимирович. Я в чем, собственно? Федеральная экспертная служба. Вам придется проехать с нами. Вы подозреваетесь в убийстве Нины Сибирцевой и ее мужа Антона Сибирцева. Но? Антона, он мертв? А вы ему кто? Теперь вдова. Я и есть убитая Нина Сибирцева. Вот это новость. Нина Сибирцева, не скажу, что здорова, но жива. Как жива? А где она? Стас Маринцов сдал свою огромную квартиру и снял крохотную, и там ее прятал. Подождите, как? Он тоже, что ли, жив? Жив, но сильно избит. Знаете, я ничего не понимаю. Если Маринцов не убивал Нину, зачем ему тогда убивать этого Антона Сибирцева? Но Сибирцева он мог убить, боясь, что тот все равно доберется до Нины и закажет ее еще кому-нибудь. А пытать зачем? Чтобы узнать, не заказал ли он ее уже. А что ж они искали тогда в квартире? Запись. Я думаю, что второй голос – это Стас Маринцов. Вы знаете этого человека? Да, знаю. Это Антон, муж Нины. За что ж вы его так пытали? Это не я. Антон просил вас, ну, конечно, из гуманных соображений, чтобы вы убили его жену. Просил? Откройте рот, пожалуйста. Спасибо. А где вы были в тот момент, когда убили Антона Сибирцева? Я не знаю, когда это случилось. Это случилось между половиной второго и половиной третьего позавчерашней ночью. Я не могу вам этого сказать. Галина Николаевна, Соколова осмотрела квартиру Стаса Маринцова. Ни веревки, ни складного ножа она не нашла. Ну, после смерти Антона Сибирцева он мог все это выкинуть. Я только что записала разговор со Стасом Маринцовым. Передай запись Шустову. Пусть сравнит его голос с голосом нашего неизвестного. А я пока поговорю с Ниной Сибирцевой. Бегу. Вот тебе голос Маринцова, сравни его с голосом исполнителя. Сейчас, погоди. Я проверяю ДНК. Какой ДНК? Времени нет. Вот. Кровь на телефоне и на дереве принадлежит Стасу Маринцову. Так, значит он жертва, а не палач. Но кто мешал жертве превратиться в палача. Никто. Но если слюна с твоего дерева принадлежит палачу, то им не мог быть Антон Сибирцев. А это был какой-то другой человек. Ты что, уже ДНК проверил? Да. И они не совпадают. Какое-то путанное дело это, а. Здравствуйте, Нина. Как вы себя чувствуете? Вы обвиняете Стаса Маринцова в убийстве моего мужа? Мы пока никого ни в чем не обвиняем. Мы проводим расследование. Стас не убивал Антона. А почему вы в этом так уверены? Потому что это я его убила. Он хотел убить меня, подстроил несчастный случай с плитой. А где плита? Я не знаю. Я когда уходила, она все еще дома стояла. Антону никогда было ее вытащить. Нина, что с тобой? Что случилось? Плита меня током ударила. Черт, она старая уже. Надо давно ее выкинуть. Меня могло убить. Но ведь все обошлось. А почему вы решили, что это было покушение, а не несчастный случай? Я знаю. Мы так решили со Стасом. А он... Мы только не знали, кто именно. Стас не доверял ни Антону, ни моему брату Виталию. Он боялся за меня. Ну вот и все. Голос исполнителя принадлежит Стасу Малинцову. Прекрасно. Пойдешь, уголуй, лаборатория. Лаборатория. Лисицын здесь. Галина Николаевна, какая плита? А, плита Сибирцевой. На кухне. Стояла. Хорошо. Проверим. Никуда не уходи. Надо срочно сделать экспертизу плиты. То есть домой я сегодня не попадаю? Не знаю, дружище, не знаю. Работай. Слышь ты, где моя сестра? Понятия не имею. Это ты убил ее и с плитой ты подстроил. Да больной ты! Ничего я не подстроил. Афронину-то у ее доктора спроси. Это он у нас борец за эвтаназию. Какой доктор? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, вот смотри, на! Вот его, кстати, я! На, на, возьми, почитай! А где ваш мобильный телефон? Потерял. В лесу? А что вы там делали, кстати? Гулял. А почему на дереве осталась ваша кровь? Оцарапался. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо. Вы знаете, мы получили запись разговора двух людей, где один заказывает другому смерть своей жены. Экспертиза показала, что Антон Сибирцев заказал свою жену вам. Пожалуйста. Да он просил меня об этом, но я боялся ему сразу отказать. Почему? Потому что я боялся, что если я откажу, он закажет ее кому-то еще. Я хотел спрятать Нину. А она тоже его боялась? Да. Особенно после случая с Плитой. Правда, мы не были уверены, что это он. Ну а кто же еще? Я подозревал, и Виталия тоже. Слушайте, а может быть, это Нина его убила? Но она только что во всем призналась. Нет! Это я! Вы присядьте, присядьте. Снимите свитер и рубашку. Снимайте, снимайте. Не сниму. Нам что, силы применить? Хорошо же вы отцарапались. Кто это сделал? Виталий. Почему вы сразу ничего не рассказали? Он же брат Нины, и она его любит. Сейчас ты мне все расскажешь. Где она? Да пошел ты! Я тебя спрашиваю, где она? Убью! Доставка кофе. О, спасибо, очень вовремя. Где повреждения-то? Левая ближняя комфортная. Обнаружил что-нибудь? Угу. Я думаю, что это был несчастный случай. Но я еще посмотрю. Смотрите, что получается. И Маринцова, и Сибирцева пытал один и тот же человек. Стас говорит, что это Виталий. Ну, видимо, он подозревал, что с его сестрой случилось несчастье. И пытался узнать это у Стаса и Антона. Ну, почему он тогда бросил Стаса и отправился к Антону? Ведь Стас не сказал ему про заказ? Говорит, что нет. В любом случае, нужно провести обыск на его квартире. И привезти его к нам. Угу. Федор Сергеевич, как дела? Хорошо, Галина Николаевна. Очень хорошо. А что-то я давно вас таким веселым не видела. Понимаете, я провел обследование Нины Сибирцевой. Включая анализ крови. А потом сравнил с данными в ее истории болезни. И пришел к выводу, что развитие болезни приостановилось. Понимаете, это чудо, чудо. Но она влюблена? Вот-вот. А любовь, как известно, способна творить чудеса. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Это мне? Это самой любимой женщине на свете. Спасибо. Ты плачешь? Это честь. Зачем ты пытал Стаса Маренцова? Я его не трогал. А Антона Сибирцева зачем пытал? Да вы что, все с ума посходили, что ли? Стаса Маренцова. Ну что ж так медленно все, а? Товарищ капитан, вам не стыдно, а? Вот, все готово. Тебе стыдно? Стыдно, стыдно, честное слово. Значит так, на ноже я обнаружил следы крови Стаса Маренцова. И еще. На этом ноже я обнаружил частицы просроченного паштета. Печеночного? Печеночного. Приволокли сюда, дома все вверхном перевернули. Смотри сюда. Сюда, смотри, кому говорят. Нечего на меня орать! Что это? Это заключение экспертов, в котором говорится, что на твоем ноже найдена кровь Стаса Маренцова. Кроме того, веревку, которой ты связывал Антона Сибирцева, ты перерезал тоже этим ножом. А еще мы знаем, что ты любишь печеночный паштет и банки открываешь тем самым ножичком. А сейчас мы осмотрим твою одежду и наверняка там найдем микрочастицы крови Сибирцевой, которые ты даже не заметил. Да, это я убил Антона за то, что он убил мою сестру. А Маренцова зачем ты пытал? Антон сказал мне, что ее убил Стас. Но когда я увидел медальон на груди Стаса, я понял, что он не мог этого сделать. На нем было написано спасибо за жизнь и надежду, которую ты мне подарил с любовью Нина. А что было потом? А потом, а потом я направился к Антону, я понял, что он меня обманул. Я хотел только узнать, что он сделал сестрой, но он умер. А в квартире что ты искал? Перед смертью Антон сказал, что у него есть доказательства, он заказал сестру. И что убил ее Стас, но где они лежат, он сказать не успел. Вы извините, что задержали вас. Сами понимаете, расследование есть расследование. Да мы понимаем. Спасибо вам. А вы нашли, кто убил? Ужойтесь, Нина. Это Виталий. Виталий? Да, он думал, что вас убили. Нина! Ты жива? Виталик. А что же ты, Натя? Пойдемте? Пойдемте, пойдемте. Берегите ее. Я желаю вам счастья. Спасибо вам. Пойдем. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...